следующий наш объект это звезды да не забываем что слои надо переименовывать поэтому давайте назовем этот слой солнце название любых элементов вашем файле будь то слои альфа каналы пути оно должно быть понятным для оператора причем лучше всего стараться называть так представить что это будет смотреть чужой человек не чтобы вы это поняли чтобы ты понял человек который только-только открыл файл название должно понятно отображать сущность объекта то есть что находится внутри вот этот слой отвечает за сенс владимир костюченко пишет а если в скрин положить может меньше протирать надо было бы нет не меньше потому что воздействие на черный цвет она же с вами черная подложка она что в режиме норма что в режиме screen одно и то же вот он режим screen давайте проверим то есть вот это вот в нормале было а вот это скрине вот хотя идея хорошая давайте я владимир ею воспользуюсь спасибо за подсказку потому что сейчас мы еще будем то звездочки подкладывать и в принципе лучше чтобы чтобы действительно взаимодействовало все это в режиме экран то есть так же как вот наше свечение от планеты а я тем временем переключаюсь на наш черный фон почему надо переключиться на черный фон любой новый слой неважно вы его создаете или вы откуда-то картинку туда приносите на любой новый слой создается над активным слоем если бы я остался вот здесь стоять на слое солнышком то звезды которые я сюда перенес они накрыли бы все сверху мне же надо естественно звезды подставить от эти объекты поэтому возвращаемся к фоновому слою и перетаскиваем из отдельного файла вот он файл такую вот фотографию какой-то звездной галактики опять инструмент муфтул инструмент перемещения переместили после этого переключаемся на наш основной рабочий файл нажимаю на 5 на кнопочку f чтоб перейти в полноэкранный режим да извините на экране подсказчик написал а ну это потому что у меня русская раскладка была русская а это та же самая латинская f и поскольку справа здесь у нас уже свечения хватает давайте я сделаю так я зайду вот сюда команды трансформации от зеркалю горизонтально эту картинку ну чтобы побольше звезд заполнили левый верхний угол и теперь отдам команду на масштабирование этот трансформ скейл редактирование трансформация масштаб то есть вот сюда тоже достаточно часто фотошопе заходит потому что при монтаже естественно менять пропорции менять размеры под доворачивать объект приходится очень часто хотя можно каждый раз вот сюда не залезать можно вызывать одну команду free transform у нее к тому же шуткат есть ее быстро можно вызвать клавиатуры и и уже здесь начинает трансформировать если взяться за угловой маркер в режиме free transform свободной трансформации вот так вот потянуть это будет соответствовать масштабированию так вот у нас получились звезды ну вполне себе симпатично получились давайте их так и закрепим но они получились слишком уж сияющие слишком яркие слишком много и если вот эту мелкую звездную пыль хочется оставить то ну вот то что таким флёром пеленой светится это хочется приглушить просто так уменьшить непрозрачность не получится потому что эффект будет некрасивый ну во первых глушится все глушится одновременно и яркие звезды и вот это вот пелена и плюс еще такая желтизна вылезает давайте-ка мы чуть-чуть по другому поступим сергей пишет солнце было около атмосферы и ореол холодный был каким она в космосе и на отдалении от земли будет сказать не могу наверное на усмотрение художника ну в данном случае да это это же все на усмотрение художника а вообще атмосфера светится голубым цветом потому что в атмосфере рассеивается коротковолновая голубое излучение привет от закона релея чистая голая физика а само по себе солнце имеет температуру поверхности фотосферы если мне память не изменяет 6 тысяч двести пятьдесят кельвинов ну или около того вот то есть само по себе солнышко солнечный свет в космосе за пределами атмосферы он он такой мертвенный слегка такой неприятный по по нашим ощущениям то есть конечно она не может как голубой гигант светится таким исключительно синим светом но свет солнца за пределами атмосферы он такой все-таки неприятно холодный не сильно но холодный так как нам пригасить вот эту дымку вот в этом месте я так думаю что даже те кто ходил ко мне на курсы могут навострить уши потому что я сейчас покажу опять-таки ничего сложного нет буквально там два-три хода операции но просто покажу то что раньше не показывал наверное вам будет интересно посмотреть перед тем как проделывать все эти манипуляции надо избавиться от слишком белых вот этих пятен объясню почему потому что если их оставить вот такими белыми они в итоге когда мы все действия доведем до конца они будут желтизной отдавать очень неприятный поэтому мы с вами берем пипетка какой-нибудь голубенький свет например вот такой какой достаточно светлый нет тут не градиентная маска сейчас будет здесь я сначала просто руками порисую под закрашу вот это все но маленькая хитрость будет в том что у кисточки я вот тут поставлю режим дакен русской версии это затемнение что происходит в этом случае я рисую голубой краской и если этот голубой мазок попадает вот сюда на какой-то светлый участок то он закрашивает светлый а если этот голубой мазок попадает вот сюда на область более темную я же не могу темный затемнить нанося более светлый цвет поэтому никаких изменений не происходит режимы дакен и лайтен частенько используются для того чтобы вот таким образом сделать селекцию разделить чтобы воздействие на более светлые участки проходило чтобы они затемнялись до того цвета которым я рисую а а если на картинке в этом месте и так уже темнее чтобы осветление не происходило непрозрачность кисточки надо уменьшить диаметр тоже наверное возьмем поменьше и так вот ну по по самым-самым выдающимся ярким вот этим белым пятнам чуть-чуть пройдемся для того чтобы они нам потом я уже сказал неприятную желтизну не добавляли но это еще не та хитрость которую я вам обещал это только предварительная подготовка хью сатурэйшен не помог бы александр ульянов спрашивает нет хью сатурэйшен не помогу и потому что инструмент цветовой тонн насыщенность он селектирует то есть разделяет объекты по оттенку а здесь мне нужно было прибить объекты самые яркие самые светлые вот я их подкрасил немножечко плюс опять же надо было выборочно то есть вот я вижу что-то слишком сильно светится давайте я это подкрашу дальше делаем копию этого слоя и к этой копии мы применим с вами фильтр который окрашивает пиксель самый темный цвет из того что нашел в окрестностях то есть он для каждого пикселя делает анализ мы указываем какой размер окрестностей инструмент вот в этих окрестностях находит самый темный цвет и каждый пиксель закрашивает этот фильтр называется минимум находится он в группе а в группы другие фильтр минимум здесь главное подобрать разумный вот этот радиус то есть разумный размер окрестностей если если их сделать очень маленькими но его вернее вот этот радиус сделать очень маленьким то какие-то сильно большие сильно крупные звезды они останутся и даже средние останутся то есть только самой мелочи идет ну понятно что если за звезда достаточно массивная то где-то по краям она может быть и подтемниться но в центре останется без изменений если его сделать очень большим то будет слишком равномерное затемнение а вот так когда мы берем порядка 45 пикселей видите что происходит видите что происходит мелочевка светлая исчезла потому что вокруг маленького светлого объекта в такой окрестности 5 пикселей гарантированно найдется что-то более темное а вот эти вот облака они большие они крупные поэтому они остались без изменений это удобный фильтр для того чтобы быстро снести например какие-то светлые светящиеся маленькие элементы ну и теперь у нас получается что есть вот это исходное небо вот а есть небо в котором мы прижали звезды а вот эта вся дымка пелена осталась давайте мы вот эту пелену без мелких звезд вычтем из исходной фотографии неба для этого мы этому слою откуда звезды исчезли зададим режим который называется сабтракт вычитание ответь как весело прям дымка вся исчезает звездочки светятся но конечно совсем полностью убирать не стоит тем более что и артефакты остаются вот такие неприятные и появляется вот этот желтый красный оттенок ну потому что слишком сильно вычитали синий цвет поэтому здесь надо просто уменьшить непрозрачность до какого-то разумного значения например вот так таким вот образом мы оставив звезды просто можем приглушить слишком сильно торчащую вот эту выпирающую дымку и конечно в догонку было бы неплохо кривыми это все доработать здесь мы уже с вами делали сегодня корректирующий слой заливку однотонно а можно создать корректирующий слой кривых не путайте с кривыми без еб это вот те кривые про которые в начале занятия кто-то написал что они они еще кривее чем кривые без еб действительно это один из основных инструментов которые используются в фотошопе очень часто его применяют мы можем вот таким вот образом пододвинуть левый край кривой тем самым самые темные участки просто довести до черного пробить чтобы все-таки ну было какое-то ощущение космоса и черные вот этой бездны и если хотите для того чтобы вот здесь например на светлых участках было поменьше ощущение желтизны можно подспустить вниз например в красном канале вот так кривую то есть из цветов мы с вами вытащим немножко красного а раз мы убираем красный значит они станут более циановыми давайте вот так примерно оставим вот у нас получился фон можно заодно вот эти вот все слои начиная с кривых и заканчивая даже в черной подложкой ну или черную подложку ладно оставим она отдельно было вот слои душа фотошоп дмитрий сиял и процитировал меня ну да я действительно на занятиях говорил что кривые это сердце фотошопа слои это душа фотошопа то есть тут вот есть такой момент выделяем все слои и нажимаем на кнопочку создания новой группы слоев если у вас активен не один слой а несколько слоев то новая группа будет создана не пустая а все активные слои сразу будет не и помещены ну и здесь можно написать например что это звезды включаем землю включаем солнышко и вот что я ни разу за сегодня не сделал хотя стоит периодически это делать я ни разу не сохранился поэтому давайте я скажу файл сейв сохраним результат который мы наработали пусть будет вот так для того чтобы потом не было очень обидно если вдруг машина сбойнет или что-то пойдет не так электричество выключится говорим окей не обращайте внимание на все эти предупреждения сохраняются слабохарактерные люди никита написал но вы знаете когда я начал работать на ноутбуке я понял что характер у меня стало существенно сильнее потому что я во всяком случае теперь не переживаю от того что питание выключится чем хорош ноутбук так не немножко если отвлечься пока от картинки ноутбук очень хорош тем что у вас фактически компьютер с источником бесперебойного питания получается но все равно сохраняться периодически надо и дальше нам нужно пересадить сюда наши планеты и один как это планетоид по-моему называется то есть луну давайте с луны и начнем она самая такая рельефная самая близкая к нам вот такая картинка надо каким-то образом и и отделить от черного фона вырезать поскольку здесь черный прям очень чистый черный очень хороший ну и вообще луна она такая контрастная к этому фону мы можем использовать инструмент который я очень не часто использую фотошопе но здесь вот самое для него место это инструмент quick selection tool в русской версии инструмент быстрое выделение проводим проводим по этому сектору вот этому сектору по правому нижнему и по левому нижнему quick selection tool хорош тем что он достаточно интеллектуально анализирует какой цвет находится в том месте где вы кисточкой порисовали то есть вы когда рисуете вы не цветом рисуете вы указываете фотошопа что в том месте которое я тут час якобы закрасил вот надо проанализировать какие цвета и выделить расположены рядом участки окрашены похожий цвет у в итоге у нас выделилась все кроме луны дальше остается отдать команду инверс инверсия и у нас выделена луна тоже очень часто применяющийся прием часто бывает удобнее выделять не объекта фон потому что фон обычно бывает более однородный его выделить проще как здесь и один из вариантов как можно перенести картинку можно даже инструмент муфту не использовать это всем известный copy-paste то есть даем команду copy в этом файле копируются выделенный фрагмент а здесь даем команду paste где эту команду надо отдать да вот здесь над звездами чтобы над звездами но под группой или слоев землей появилась луна edit paste ставили то вот она луна появилась ненашинская сторона луны вид откуда-то не земли наших широт николай он да не пишет ну вообще если это ненашинская сторона луны то то от широты ничего не зависит потому что по некому странному стечению обстоятельств период вращения луны вокруг собственной оси и вокруг земли совпадает поэтому те кто ну хотя бы немножко увлекался астрономии знают что луна к нам всегда обращена одной и той же стороной вот поэтому я уж не не знаю точно это наша сторона или это оборотная сторона луны вот вот этим вопросами как-то не интересовался знаете я в этом случае поступил как поступает типичный дизайнер я посмотрел на два снимка луны и взял тот который мне понравился больше потому что он симпатичнее здесь больше вот этих неровностей на поверхности было но а теперь эту луну надо как-то трансформировать и посадить как она у нас здесь по эскизу была эскизе она совсем маленькая я все-таки предлагаю ее оставить побольше потому что если вот совсем такую луну некрасиво будет давайте так пусть она немножечко прячется за землю и будет такой достаточно солидной каменюкой как как-то вот вот так сделаем перед тем как трансформировать луну мы с вами превратим этот слой смарт-объект если мне память не изменяет то никита усок о смарт-объектах сегодня в чате уже упоминал смарт-объект это такая замечательная штука которая но такой специфический слой который внутри себя содержит исходный первоначальный файл если вы смарт-объект будете уменьшать увеличивать трансформировать в основном в родительском файле внутренность содержимое смарт-объекта меняться не будет то есть его можно трансформировать сколько угодно раз поэтому давайте я выделил луну отдам команду вот здесь вот она прячется в смарт-объекты смарт-объекты конвертировать смарт-объект и вот он получился в нашем случае основной выигрыш от этой манипуляции это это возможность бесконечного количества трансформации без ухудшения качества дальше опять идем в меню edit отдаем команду free transform я думаю что кто-то уже даже из незнакомых с фотошопом начинает заучивать шоткат command t да очень полезный шоткат убираем сюда с зажатым шифтом что пропорционально трансформировалось уменьшаем получается вот какая-то вот такая например история давайте вытащим посильнее она все-таки из-за бока земли выглядывала ну и вот по месту вот так посадим нажимаем на enter или дважды кликаем внутри бокса трансформации вот она села так вот тут предложение что с луной надо что-то сделать что я надо подкрасить желтее посинее я скорее соглашусь с мнением которое сергей пиагин высказал что желтая луна это когда мы земли на нее смотрим а вот здесь она скорее будет синева то я не очень сильно но но посиней подкрасить луну очень просто на время выключим землю чтобы было лучше видно и сделаем новый слой заливку по точно такой же как я внизу делал черный я сделаю новый слой solid color только в этот раз возьму какой-нибудь синий цвет ну то есть это вот собственно тот синий в которой мы хотим ее подтонировать и желательно взять его поближе к средней яркости то и чтобы он где-то вот на этом уровне по вертикали находился почему поближе к средней яркости те кто ходил даже уже не на базовая на продвинутый курс photoshop наверняка после упоминания средней яркости догадаются что я хочу сейчас сделать я хочу применить режим наложения который называется оверлей в русской версии это перекрытие особенность работы оверлей в том что он оказывает очень сильное воздействие максимально сильное воздействие на средней яркости а вот там где наша исходная картинка была темнее или светлее видите луна она меняется гораздо меньше светлые участки не закрасились не подернулись синий пеленой на темных областях тоже насыщенность невысокая то есть да немножко тонируется в синий но не сильно есть правда одна неприятность что наша вот эта вот синяя тонировка она накрыла собой не только луну но и все на свете все остальное эту проблему можно обойти причем обойти ее можно очень просто надо этому слою отдать команду которая называется create clipping mask создать обтравочную маску команда это находится вот здесь в меню layer вот она ну либо можно если хотите вызвать ее вот правой клуб клавиши кликаете фотошопе очень развита эта система если кликнуть правой кнопкой мышки по какому-то объекту в палитре по какому-то объекту на самой картинке у вас любом случае выскочит контекстное меню в зависимости от того какой инструмент в руках по какому объекту вы кликнули это контекстное меню будет разным она будет касаться вот как раз объекта и здесь тоже из команды create clipping mask создать оправочную маску вот таким вот образом меняется пиктограммки видно что чуть-чуть съехала в сторону пиктограмма нашего слоя заливки указывает вниз стрелочка переломанная на предыдущий слой и если мы теперь помигаем то мы увидим что действие приходится только на содержимое предыдущего слоя вот это в некоторых ситуациях подобных данный очень очень удобно и очень полезная команда она позволяет быстро избавиться от воздействия за пределами объекта находящегося на предыдущем слое на которой мы не хотим действовать для того чтобы синька не было такой страшный не было вернее такой страшный такой сильный можно потом просто вот так вот поменять непрозрачности уменьшаем опэс это соответственно уменьшается посинение которое мы придаем луне давайте остановимся на каком-нибудь вот таком варианте чтобы все-таки она была так в целом достаточно серенькой да и было совершенно на здравое пожелание затемнить луну со стороны земли вот николай пунда не писал пунда не действительно солнышко светит отсюда значит здесь должна быть тень для того чтобы наложить тень мы используем с вами обычный растровый слой нажимаю на кнопочку появляется просто новый пустой слой поставим его режим мультиплай точно так же как режим скрин имитируют свечение мультиплай имитируют тень и давайте этому слою тоже сразу отдадим команду создать обтравочную маску чтобы он тоже действовал только на луну только в пределах луны берем какой-нибудь достаточно темный цвет если вы будете рисовать чистым черным то можно даже на мультиплайне переключаться там если чистый черный он в режиме норма уложиться точно так же а вот если рисовать чем-то цветным например темно-синем то конечно мультиплай лучше берем кисть достаточно большую кисть с уменьшенной непрозрачностью ну естественно кисть мягкую и и вот таким вот образом начинаем просто рисовать тень в несколько мазков я сразу предупреждаю я не художник тем более мышкой рисовать не так удобно как это можно делать например на планшете вот но ничего сложного в этом нет то есть вы делаете с маленькой непрозрачностью один мазок вот так после этого отступаете немножко от освещенной зоны делаете второй мазок потом делаете третий и в результате у вас появляется вот такой вот градиент чем дальше от солнышка тем сильнее затемнение но я думаю что такого затемнения нам хватит пока мест если будет необходимо можно либо на этом же слое еще что-то дорисовать то есть еще сильнее подтемнить или можно сделать еще один слой в режиме мультиплайт тоже на нем порисовать вот эти все слои мы с вами тоже объединяем в группу во первых их тогда будет проще двигать а во вторых ну просто порядка будет больше в системе виталий лысенко пишет а вот у вас еще режим дакен включен для кисти ой-ой-ой-ой спасибо большое за подсказку я в данном случае совершенно не важно что он был включен потому что мы же рисовали на пустом слое и когда кисточка рисует на пустом слое поскольку внизу никакой яркости нету на самом слое то что дакен что нормал срабатывает одинаково но вообще конечно если вы меняете режим наложения инструмента это очень хорошая привычка сразу по окончании работы переключиться обратно в режим нормал тимофей астахов пишет вообще говорят тень должна быть резкая это называется терминатор до терминатор это линия которая делит освещенную не освещенную часть планеты ну если хотите можно сделать резкую тень почему бы и нет давайте сделаем резкую я вам предлагаю даже сделать вот так давайте мы оставим вариант и резкий и не резкий потом можно будет выбрать отключаем то что я нарисовал не резкая и теперь нам главное этот терминатор понять как он проходит но проходит он как-то видимо вот так вот так что мне сейчас не хочется опять возиться с путями простраивать это все поэтому давайте я сделаю вот так я сделаю вот такое эллиптическое выделение но сделаю его достаточно большого радиуса дальше вот сюда перенесу вот приблизительно предположим вот так вот пройдет линия терминатора и дальше мы это выделение инвертируем говорим select inverse создаем новый пустой слой отдаем этому слою команду create clipping mask ну то сделаем все то же самое что делали вот с предыдущим слоем на котором тень рисовали и поставим этому слою тоже режим multiply за счет того что мы с вами сделали сначала эллиптическое выделение а потом сделали его инверсию любой инструмент будет рисовать теперь работать только вот в этой зоне которая у нас осталось выделено дальше мы берем кисть и каким-нибудь там темно-синим цветом можно уже кисточку взять со стопроцентной непрозрачностью потому что чем мелочиться то есть можно вот так сделать отменяем выделение говорим deselect наверное здесь имеет смысл сделать полупрозрачной хотя может быть и нет но для того чтобы не было совсем уж не было край совсем уж резким а то как слишком мультяшно смотрится вот давайте мы применим фильтр гауссового размытия гаусси онглер посмотрим как здесь у нас смягчается край так ау а да простите это просто подтормаживает система не но это слишком сильное размытие вот а вот так вот это что-то что-то более похожее на правду пусть будет так да и с учетом того что земля действительно тоже будет какую-то подсветку давать ну давайте тогда уменьшим непрозрачность чтобы здесь тоже было хоть какое-то освещение хотя бы светом отраженным от земли можно сделать такую композицию как больше нравится вот эта плавная тень это более резкая я даже пожалуй соглашусь резкая тем более симпатично смотрится и поскольку луна она совсем уж прям скрылась за землей можно взять всю группу с луной и вот так вот немножко и и выдвинуть вот готова марс юпитер сатурн остались сергей пишет крик ты пинг маска спасибо я до сих пор игнорил этот инструмент этот инструмент оказывается очень удобен если вы имеете дело с уже вырезанным объектом то есть конечно можно было бы сделать так можно было бы вырезание для луны сделать с помощью маски слоя эту маску потом перенести на группу и тогда во внутрь группы можно закидывать любые коррекции маска которая наброшена на группу но вот как землей мы поступили она не будет за пределы выбранного участка ничего выпускать но если объект уже вырезан то вот креет клипинг маска это спасение которое позволяет очень быстро убрать воздействие за пределах объекта